Первое ощущение, первый рабочий день, когда вошли в класс, это же здесь было, вот в этом классе? Нет, это было в другом справедливости ради, но тогда мы вообще по кабинетам бегали. Ну да, это, наверное, был период пандемии. Да, 21 год. 21 год, это вы впервые пришли работать в школу, и как раз был период пандемийный, и было все непросто. Вот, а ваше первое ощущение? Мое первое ощущение, наверное, то, что я не выспался, потому что лег в 2 часа ночи, это было самое первое ощущение. А далее я почувствовал, на самом деле, то, что это странно, это по-новому. Я на педагогической практике такого не ощущаешь. И, соответственно, у меня была буря эмоций от того, какие разные дети. Я понимал, какой объем работы мне предстоит, и на самом деле уже тогда чувствовалось, что с тем, которым ребятам будет тяжело. И ощущением этого формировало у меня ощущение того, что это будет такое приключение, в которое обязательно нужно ввязаться. Но дрогнул немножко, да, дрогнул, если понял, что ребят некоторые, надо поработать с ними. Это вызов. Это вызов, который ты должен принять, а если не принял, то ты должен искать другую работу. Поэтому я его принял и с переменным успехом отвечаю на него. Ну, вот говорят о том, что как раз вызов, ввязаться, это вот как раз время молодых, когда уже педагог более зрелый, и вот когда он это ощущает и понимает, да, всю ту работу, которая впереди, она может немного даже и напугать, или насторожить, или вызвать какой-то дискомфорт. Вот, как же, вот есть же такое выражение, если бы молодость знала, если бы старость могла. Хорошее выражение. Да, вот этого ощущения, наверное, не было, да, вот что, такое страшно, там что-то не получится, может быть, а вдруг не получится. Первое ощущение было именно такая, может быть, бравурная смелость, которой ты скрываешь, может быть, на самом деле свою внутреннюю неуверенность. Потом это проявлялось, и каждый неудачный урок я до сих пор очень сильно рефлексирую. Это тяжело бывает, бывают тяжело, бывают неудачные уроки, но ты должен принимать этот вызов, и если ты не научился падать, ну, как-то взлетишь. Но вот история, это же вообще такой особый предмет. Почему вы, кстати, выбрали историю? Она хорошо вам давалась в гимназии? Смотрите, как все получается. Я родился в семье, где отец в основном работал, мать в основном воспитывала, но отец окружил меня историческими фильмами, отец окружил меня солдатиками, те самые, значит, фигурочки из пластика или из металла. Он окружил меня той атмосферой, в которой ты не мог не заинтересоваться историей. Затем сыграли компьютерные игры, сыграл весь тот культурный бэкграунд, который был в нашей семье. Не средний, достаточно по благосостоянию. Ну и, соответственно, история, это то, что интересовало моего отца, и то, что заинтересовало меня впоследствии. Так вот он меня заразил. Ну, я знаете, почему спросила еще про историю? Все-таки вот мы сегодня с коллегами обсуждали и подумали, что все-таки история особый предмет. В каком смысле? Что если точные науки, да, там все понятно, они и есть точные науки. А вот, как нам кажется, история, это все-таки должен быть преподаватель, который тоже имеет какой-то уже жизненный бэкграунд за плечами. Почему? Чтобы, может быть, осмыслить как-то события, да, подойти с какими-то, со своими, может быть, умозаключениями. Ну, я не знаю, в конце концов, взвесить, может быть, ну, то есть с жизненным опытом. Вы довольно молодой преподатель. Мы понимаем, что иного пути учителя истории нет, да, потому что, ну, вот, да, вы начинаете с молодых лет, вступили на педагогическую стезю. Ну, вот вам как кажется, история это все-таки для молодых или история это предмет людей с жизненным опытом? История это предмет, это даже не предмет, на самом деле стиль жизни. Мне кажется, что история это стиль жизни, потому что она сопровождает нас повсюду, она сопровождает нас везде. Это может быть избитая фраза, но на самом деле представители многих религий, даже, например, буддизм, говорят о том, что все имеет причины и следствия. Причины и следствия это то, чему мы на самом деле учимся на истории. И в этой связи мне кажется, что история не имеет возраста. У каждого человека может быть свое понимание, и каждое понимание в данном случае ценно. Если ты молодой, ты понимаешь историю так. Если ты старый человек, опытный человек, ты понимаешь историю по-другому. Поэтому каждая из этих мнений, каждая из этих взглядов, каждая из этих оптика, она позволяет ученику взглянуть на историю глазами учителя, с одной стороны. Но с другой стороны она позволяет и самому посмотреть на все события. Поэтому на самом деле я не вижу, я вижу разницу между тем, как будут преподавать старые учителя, которые могут где-то даже сказать свою точку зрения, как и молодые, справедливо стирать, и между подходом молодых учителей. И каждый подход по-своему ценен. Как вы сами сказали, молодость – это пора, когда у вас не хватает опыта, но у вас много энергии и много креатива. Соответственно, старость – это время, когда, может быть, у вас этой энергии не хватает, но у вас есть такой опыт, который также неоценим для учеников. Слушайте, но есть еще взгляд на историю с точки зрения программы и определенного набора знаний, умений и навыков, которые потом любой ученик мог бы отразить в тестовой системе, но и в конечном итоге в едином госэкзамене. Вот это другой взгляд? Это третий взгляд на историю, на события? Когда мы говорим о примерных образовательных программах, в которых, на самом деле, четко излагаются единицы учебного содержания, когда мы говорим о федеральном государственном образовательном стандарте, где сейчас с введением нового в ГОС у нас появляются уже предметные конкретные результаты, раньше на них не был сделан такой акцент, сейчас, конечно, больше внимания уделяется именно содержательной части. На самом деле, история, по мне, это, конечно, набор фактов, набор дат, событий, личностей, с которыми мы должны познакомиться, событий, которые мы должны пережить вместе с героями исторических событий. Все это проживая, мы, безусловно, сталкиваемся с теми единицами информации, которые для нас, как для жителей России, они необходимы, чтобы нашу идентичность создать. С другой стороны, история – это пространство, которое не терпит однозначного взгляда. Если у нас будет один и тот же взгляд, это приведет, а, к научной узости, наша наука не будет развиваться, один подход, в общем-то, на самом деле, неправильный, мне кажется, нельзя придерживаться одного подхода. В какое-то время у нас такая эра наступила, и, по общему мнению, сейчас мы из-за этого очень сильно отстали от других школ исторических. Поэтому история, она про гибкость. История про то, что на одно и то же событие, событие мы принимаем, мы знаем, что крепостное право у нас было отменено тогда-то, что крещение Руси у нас было тогда-то, хотя, на самом деле, это тоже можно посмотреть уже год какой, 987-й, кто-то говорит, кто-то, 988-й. Я лично помню, что 988-й. Даже вот такие фактические знания, они действительно гибкие. История показывает нам, что она изменчива. Но в то же время у нас есть базовый набор документов, у нас есть базовые знания, которые действительно мы сохраним. Мы знаем, что у нас была русско-японская война, в которую мы проиграли, и у нас была Великая Отечественная война, в которой мы сломили нацизм. Можно я здесь вас перевью? Хочу поинтересоваться, как ребята реагируют на то, что вот у вас вот такой подход? Вот я уже поняла, ваша методика, она такова, что каждый волен иметь свое мнение на те или иные события. То есть есть исторический факт, есть события, но еще есть мнение, да, я так понимаю, оно приветствуется на ваших уроках мнение конкретного ученика и взгляд его на те или иные события. Как вообще, ребята, они готовы сегодня вести дискуссию? Насколько им вообще интересна история? В целом, говоря о духовной жизни, мы говорим о, на самом деле, самых разных вещах. Что у нас входит в состав духовной жизни общества? Какие вы можете назвать сферы духовной жизни? В состав культуры что будет входить? Например? Язык. Язык, отлично. Еще? Религия. Религия, прекрасно. История. История как что? История как наследие общества. Так, и история еще может считаться... История не искусства, но искусство действительно часть духовной сферы. Кроме истории, например, экономика, например... Раскопиметрия. Например, биология или физика, это у нас что? Образование. Это, во-первых, школьный предмет. А во-вторых, в рамках этого школьного предмета мы, по сути, сталкиваемся с чем? Образование. Получение образования. В процессе получения образования мы познакомимся с чем? С миром. С миром через систему чего? Математические действия. Не только действий, но и сейчас я вам дам подсказку. Сейчас я вам дам подсказку. На слайде вы увидите трех замечательных людей. Я думаю, вы догадаетесь, кто перед вами изображен, тем более вы не раз или два с ними уже сталкивались. На самом деле, я не поклонник того, что чисто в школе можно это привить. Потому что школа, опять же, у нас имеет некие правовые рамки, имеет множество рамок. Но через что это можно привить? Упомянул какую-нибудь компьютерную игру. Упомянул какой-нибудь трек группы. Или посмотрели клип какой-либо группы, снятый с помощью фрагментов исторических фильмов. Вот через современную массовую культуру истории зацепить очень хорошо. И на самом деле это... Это работает? Это работает. Ребята, например, у меня слушали песню шведской пауэрметал-группы, посвященную Полтавской битве. Причем группа шведская. На самом деле их заинтересовало то, какую энергию передавали. Так как у нас трек был с субтитрами, мы смотрели заодно на шведский взгляд, на эту битву. А это интересно. С той точки зрения, что шведы показывают и героизм своей изможденной армии, но в то же время они отдают дань уважения и русской армии, безусловно, российской. Российской, обоговорился. И вот это позволяет нам посмотреть на другую точку зрения. В то же время соотнести ее со своей, а как известно, в споре или в столкновении мнений у нас рождается истина. Мы же все-таки за истиной сюда пришли, верно? Ну, думаю, что да. Да. Что касается интереса. На самом деле, как и в любом школьном предмете, у нас всегда найдутся ученики, которые пришли сюда только за оценкой, которым нужно, чтобы родители им не дали по голове, а наоборот по голове погладили. Попалели, да. У нас есть ребята, которые искренне заинтересованы в силу тех или иных причин. У нас есть ребята, которые, в принципе, могут быть не заинтересованы в образовательном процессе как таковом. В разных школах такие пропорции разные. Не будем уже на этом останавливаться. Просто скажем про то, что, конечно, подводить к дискуссии, подводить к обсуждению в таком формате – это тяжело. Но если мы с сильными учениками, хотя бы с сильными учениками этого не сделаем, если мы не воспитаем ту интеллектуальную элиту, которая у нас есть, которая потом потянет за собой остальных, мы можем провалиться как нация. А здесь нет такой опасной грани – элита, неэлита, вот этот момент. Насколько важно учителю все-таки соблюсти этот баланс аккуратно очень? Мне кажется, это очень опасный путь. Тут надо очень быть мудрым человеком. Да, это опасный путь, согласен. И вообще то самое разделение учеников и на любимчиков, и на тех, кто, соответственно, вытащит, и тех, кто не вытащит. Заранее такое разделение. Оно, конечно, неправильно. Я сейчас могу сказать просто по опыту того урока, на котором присутствует Михаил Юрьевич. Мы сейчас говорим о главе круга, Михаил Юрьевича Токарева, который пришел вас поздравлять на урок и, собственно, посмотрел урок. Да, и на этом уроке я столкнулся с тем, что у меня больше всего включились ученики, которые, скажем прямо, не всегда потянут. Не блистали. Не всегда блистали. Где-то решали отмолчаться. И потом я к одному из них подхожу и спрашиваю, имя скрыто, ты чего так сегодня, прям молодец какой. Он говорит, ну, слушайте, сегодня наш лидер как-то был не в форме, и я решил это взять на себя. Когда мы видим лидеров, когда все-таки... Лидер в классе. Когда у нас есть лидеры, когда мы этого лидера, ну, да, где-то даже немножечко похвалим. Хотя, честно скажу, целенаправленно лидеров я не выделяю. Они сами появляются, я просто это поощряю. То есть это очевидно для ребят, видимо. Да, да, конечно. И когда ребята видят, к чему можно стремиться, они сами могут загорелись. А почему бы я так не сделал? Вот попробовал, хорошо получилось. Слушайте, ну это хорошее качество. Ребенок, его надо стимулировать, этого парня, да, или там девочку. Потому что взял инициативу на себя, смело бросился тянуть, да, урок и знания, понимая, что есть гости, которые оценивают работу класса. Это здорово. Вот вам надо взять это на вооружение. Это здорово. Такие ребята, в общем-то, чаще всего, кстати, бывает, что вот эти ребята, этот такой среднички, они надежные люди в этой жизни. Да, да, абсолютно верно. Это те люди, которые потом действительно могут подхватить за тем, кто изначально пытается себя как-то выделить. Но на подхвате действительно такие люди нужны. Они есть в любой компании, в любом бизнесе, в любой государственной организации, я полагаю. Тогда следующий вопрос. Хорошо, среднички. А как вы относитесь к ребятам слабым в смысле вашего предмета? Я сейчас не говорю, что там они какие-то не такие, да, и я вообще против таких формулировок. Но просто слабые в вашем классе, они как-то вот, может быть, на фоне остальных бледнее выглядят. Здесь нужно прояснить интересы ребёнка, которые за пределы школы простикают. Возможно, ребёнок хорошо рисует. Да, можно попробовать дать ему задание на то, чтобы изобразить что-то, на то, чтобы как-то проявить свою креативность. Детям нравится, на самом деле, когда их талант замечают. Отлично, это я согласна полностью, да. И в данном случае обязанность учителя, мне кажется, это попробовать поставить тот самый талант, то самое, может быть, хобби незаметное ученика, которое потом может сыграть роль в том, что ученик заинтересует своего предмета. Честно скажу, не всех ребят вообще, в принципе, любыми методами можно заинтересовать. Но ты его и так тронул, и так, и с этой стороны, и с другой. Никак не получается. Ну, что ж поделать, у нас есть так или иначе минимальный набор знаний, который он должен усвоить. И этот набор знаний нужно нам, как учителям, все-таки от него добиться. Вы как человек, работающий второй год в школе, вам это удается? Вот скажу, опять же, откровенно, не со всеми детьми у меня получается прямо хорошо. Так или иначе, все-таки получается добиться определенного результата от всех детей. Да, на самом деле, можно где-то показать не то, чтобы слабину, но сделать скидочку. Лучше сделать скидку, чем заставить ребенка думать, что он вообще ни на что не способен. Но мне кажется, что это тогда унижение уже такое некоторое. Это можно сделать в таком формате, чтобы другие дети этого не заметили. Есть много методов, на самом деле. Это, на самом деле, еще модифицированно. Нужно еще посмотреть, как можно заинтересовать слабых детей. И это, на самом деле, то, что, мне кажется, у молодых педагогов всегда происходит. С сильными ребятами работать легко, а ты попробуй вытащить слабых. И результатов добиваться учителю легче. Конечно. Ну и в такой ситуации действительно учителю просто нужно, да, где-то пойти на компромисс. Да, где-то дать не то, чтобы слабину, но дать возможность ученику как-то исправиться. И дать ему возможность почувствовать, что его слабость может стать силой. Это может быть какие-то красивые общие слова, действительно. Но я не могу это выразить по-другому. У вас в вашей практике, в вашей школьной жизни были такие моменты, когда какой-то предмет, ну, совсем не давался, скажем так, или давался сложно. Вас тянули, учителя? Мне кажется, да. Какой это был предмет? А можно я промолчу, чтобы не подставлять других педагогов? Хорошо. Вот. Не, на самом деле, у меня были несколько предметов, по которым действительно нужно было подтягиваться. Но здесь нужно грамотно соблюдать баланс. И иногда пришпорить двойкой нужно. Это полезно бывает. Иногда нужно дать ученику скорректироваться. Здесь важен баланс. Этот баланс – это то, действительно, что нарабатывается а – с опытом, б – с изучением различного рода литературы, ну и, в общем, своей профессиональной подготовкой. Дмитрий, вот вам 22 года? 23. 23 года. Простите. Бывает. Да, да. Ну, 23 года. Довольно молодой еще педагог. Самое начало, я надеюсь, большого такого педагогического пути. Какими вам кажутся ребята, которые, ну, которые, мне кажется, не так далеко еще от вас, да, все-таки, мне кажется, вы их лучше даже понимаете, вот нынешнее современное поколение. Они какие? Быстрое мышление? Очень быстрое. Реакция или мышление? И реакции, и мышление. Оно из-за этого может быть сбивчиво. У ребят просто могут мысленнее поспевать за языком. Такое я часто встречал. На самом деле это у меня встречается, справедливости ради. В целом, можно сказать, да, а – быстрое мышление, б – мышление достаточно разрозненное. То есть устанавливать связи – это тяжело. И когда ты начинаешь заниматься какими-то подсчетами на истории, они спрашивают, что, эй, что, математика? Почему мы на истории занимаемся математикой? С другой стороны, на самом деле, связь предметов они могут почувствовать. На самом деле дети у нас очень умные и очень продвинутые. Просто их акценты, их жизнь во многом благодаря интернет-пространству, во многом благодаря тем активностям, которые их окружают, они смещаются со школы. И школа, и родители, я, на самом деле, тоже не всегда могу подстроиться наилучшим образом под это. Просто интерес ученика, как всегда, на самом деле, они распространяются далеко за пределы школы. Сейчас, с нынешней информационной революцией, эти процессы особенно обострились. У вас ребята как воспринимают? Только с хвостиком? Или бывает, что раз пришел учитель, сменил прическу? Я, помню, иногда распускаю волосы, и ребята часто говорят, что мне с распущенными лучше. Но нет, я все-таки стараюсь придерживаться некого дресс-кода, что ли. Вы мне сказали, что вам все-таки интереснее работать не с малышами, а с ребятами постарше и даже, может быть, еще более старше, чем сейчас у вас классы. И что вам интересно спорить. А что в споре вы хотите узнать и понять? Я хочу понять в споре, как они мыслят, потому что здесь уже у нас сформировано достаточно мышление. И очень интересно ловить их на том, что они где-то понимание не сформировали, где-то у них понятие немножечко другое. То есть где-то ошибка на каком-то участке, на ваш взгляд? Да. Эти ошибки очень хорошо ловить. Мне очень нравится, на самом деле, редакторская работа. Мне нравится посмотреть за тем языком, которым учащиеся мыслят, и находить в нем неточности, которые приводят к неким ошибкам мышления. Я практикуюсь и со старшими ребятами, все-таки у меня есть и в гимназии курсы, на которых мы очень много работаем именно с языком. Как мы даем определение? Вопрос, что это такое, начинаем с существительного и словосочетания. Когда мы говорим об отличительном признаке, мы используем прилагательные. Вот это все очень важно в построении. Чего не добирают по-вашему нынешнее поколение? Чего не добирают? Вот хороший, на самом деле, вопрос, на который мне еще, по-хорошему говоря, нужно поискать ответ. Не могу сказать, что я прямо могу дать советы подрастающему поколению, хотя я работаю в сфере образования. Но, тем не менее, в данной ситуации, во-первых, не хватает иерархичности. Хотя, опять же, зависит много от семьи. Вообще, очень... Да, я пойму обыск, наконец-то. Дети стали намного разнообразнее. Настолько много характеров, настолько много индивидуальных ситуаций, что я бы даже не применял термин «молодое поколение». Могу сказать, что у них очень интересные отношения, в принципе, с другими людьми. С одной стороны, наше общество достаточно атомизировано, об этом говорят те же социологические опросы. С другой стороны, дети, они в силу своего возраста хотят доверять. И вот этот кризис, кризис доверия между ими родителями, между ними в коллективе, между ними и учителями, это очень тяжелая проблема. И вот, пожалуй, что упирается еще в это. Все проблемы, они по сути психологические. На самом деле, большинство проблем человека носит психологический характер. Мы сами себе их выдумали. И на фоне того, что мы выдумали, так мы, существа мыслящие и ставящие наше мышление на первый план, соответственно, от этого у нас все проблемы часто и возникают. А что вы скажете про воспитание? Воспитание. Нужно понимать, что такое вообще, на самом деле, воспитание. Воспитание должно идти делом. Ну, вот элементарно, давайте вот просто. Здравствуйте, до свидания. Надо напоминать? Здравствуй там, Сашенька. На самом деле, хороший вопрос, интересный вопрос. Если об этом постоянно напоминать, конечно, с одной стороны, сформируется понимание, что это нужно говорить. С другой стороны, может просто как-нибудь кивком головы друг друга поприветствовать или сказать до свидания. Такие нормы, они весьма подвижны. Конечно, приятно сохранять тот баланс и те ценности, которые у нас сохранились. Я думаю, все-таки напоминать это в таком моральном контексте, в норовоучении. Это, наверное, неправильно. Я думаю, мы сойдем все, и родители сойдутся, и все сойдутся. Здесь нужно искать новые формы. На самом деле, можно просто сказать это первому. А вас как воспитывали в этом смысле? Вас учили здороваться? Это в семье проговаривалось, что, Дмитрий, ты сейчас идешь, и вот тебе встречаются соседи, надо говорить здравствуйте, когда идут соседи. Ну и когда ты там уходишь, говорит там до свидания. Это вот как-то проговаривалось в семье? Или это было по умолчанию? Или это вообще должен быть пример внутри семейный? Без примера в семье это, вот все эти норовоучения множатся на вот это, на ноль. Если у нас не будет примера от родителей, примера от учителя, я честно скажу, не всегда я являюсь примером. Есть у меня ошибки какие-то, как и у всех людей. Но тем не менее мы должны к идеалу стремиться. И родители, и учитель, и ученик. Мы должны показывать, что этот идеал существует, что мы можем на пути его достижения оступаться, но мы должны подняться и пойти к нему снова. Даже если мы упали на несколько ступенек вниз, мы должны взяться и снова по этим ступенькам пройти. Здесь самое главное, сам путь. Как говорится, у самурая цели нет. У самурая есть путь. Вы мне сказали, что вы один в семье, и вы росли в атмосфере, где вас баловали. А как вы это поняли? Вы сейчас это уже понимаете? Или уже тогда понимали, что вас балуют, и с удовольствием пользовались этой ситуацией? Во-первых, у меня фамилия Бауков. Поэтому, конечно, видимо, это судьбой было предначертано. В чем это проявлялось? Это проявлялось в подборе еды. Все делали, значит, по моему вкусу. Это проявлялось в тех не мелочах, но в том быте, который меня окружал. Я больше скажу, наверное, о пожизни баловании судьбы, потому что гимназии отлично приняли. После гимназии в университете прекрасно все сложилось. С преподавателем у меня ни одного конфликта, насколько, по-моему, не случалось. Здесь, в школе, меня прекраснейшим образом приняли. Завучи, мое почтение, директор максимально понимающий. И, конечно, наставник Слава Валентиновна Корнавухова тоже дала мне очень много. И все люди, которые у меня встречаются на пути, это люди очень добрые, с которыми можно наладить диалог. На самом деле, я баловин судьбы по жизни. Да, наверное, так. Баловин судьбы? Да. А как вы считаете, те люди, которые старше, более старшего возраста, они должны быть в социуме? Или они все, вот ты поработал, там, единый заслуженный отдых, и дальше дать дорогу молодым? Помните, вот как в советские времена? Молодым везде у нас дорога, старикам у нас везде почет. Вот это сегодня так? Или все-таки сегодня уже в современных условиях работает другая формула? На ваш взгляд? На мой взгляд, на самом деле, и в российском обществе, и во многих европейских обществах. Если мы посмотрим на политиков, очень старые люди. Если мы посмотрим на вообще, в принципе, многие азиатские... Да вообще, по всему миру у нас общество формируется так, что многие старые люди могут сохранять себя в обществе. Пожелые, наверное. Да, с другой стороны, в России есть феномен самых одиноких стариков. Я, конечно, сейчас выхожу, на самом деле, не на образовательную проблему, но проблему социальную, в которой мы можем погрязнуть. Но все-таки мне важно проговорить, если в контексте данного вопроса, то, что человека нельзя оставлять в информационном и социальном вакууме. И несмотря на то, что, да, учитель может постарел, вы методики устарели, к ЕГЭ он уже не так эффективно готовит, и, казалось бы, тянет какие-то показатели вниз. Он может проявить себя как мудрый человек с опытом, который поможет молодому. И институт наставничества – это, мне кажется, то, что может спасти опытного педагога, который уже не имеет столько энергии для того, чтобы реализовывать себя именно как учитель. И в данном случае у нас, на самом деле, идет в этом направлении развитие образовательной системы, как раз институт наставничества – это то, на чем делает акцент. А как вы считаете, институт наставничества должен быть во всех сферах жизнедеятельности? Или вот мы сейчас говорим только в педагогике, на ваш взгляд? Так как педагогика – это работа с людьми, а люди у нас формируются, опять же, на основе каких-то причинно-следственных факторов, ну, соответственно, ребенок у нас не табула расы, ребенок у нас рождается с генетическим набором, с тем социальным окружением. Опытные педагоги могли работать с родителями этого ребенка, они понимают, в каких условиях он мог вырасти. И в данном случае, конечно, в работе с людьми наставничество и передача опыта от поколения к поколению, она должна развиваться максимально. В каких-то сферах, которые требуют инновационных и креативных решений, и роль такого института, как наставничество, может быть не такой высокой. Но в самом деле, если мы возьмем тоже программирование, очень быстро у нас меняются ситуации, и поэтому здесь, конечно, роль опыта важна, но очень часто новые идеи могут сыграть даже большую роль, чем имеющийся опыт предыдущих поколений. Дмитрий, у вас друзья есть или друг? Это обидный вопрос, на самом деле. Да, друзья у меня есть, достаточно близкие. Их небольшое количество, как и должно быть, но с гимназией сохранились. А почему обидный вопрос? Как у педагога, работающего с людьми, человек не может быть друзей по вашему? Может быть, приятели, товарищи, друзья, может быть, вы какой-то особый смысл вкладываете в это слово, и не каждому бы доверили, ну или, скажем так, не всем бы, не каждого бы назвали другом. Вот только поэтому. Да, хорошо, тут пояснение хорошее. Спасибо, да? Да, оно меня удовлетворяет. Я уже думала, сейчас вы мне скажете дневник на стол. Да, зачет поставим. Собственно, мне кажется, у любого человека, так или иначе, есть человек максимально ему близкий, по взглядам или чему-то такому. Совсем без друзей обойтись в этой жизни тяжело. Поэтому даже если мы понимаем друга как нечто особенное, как нечто максимально элитарное, мы все равно впускаем в свою жизнь человека, который может оказать нам поддержку, даже не материальную, а вот именно духовную, быть такой поддержкой, и человек, которому можно выговориться, человек, с которым можно обсудить какие-то проблемы, и обсудить вопросы, не связанные с работой. Это очень важно. Учителям, на самом деле, всем иметь друзей не в школе. Не в школе именно? Да. Другая среда должна быть? Да, и желательно максимально далекая, чтобы можно было посмотреть с другой стороны на какие-то вещи, и наконец-то отойти от обсуждения того предмета, который ты преподаешь, и какие, значит, у тебя сложные, или какие у тебя прекрасные дети. Либо, наоборот, рассказать об этом человеку, который в сфере образования не особо смыслит, чтобы он своим таким взглядом поделился, и тебе стало от этого либо смешно, либо интересно. Что для вас самое важное в жизни? Какие, ну, скажем, правила жизни для себя вы выработали наверняка и никогда не измените им? Делать, что должно, будет, что будет. Ничего другого я в жизни себе не нашел. А вы можете мне пояснить эту фразу? Когда мы... Делать, что должно. Давайте вот с этого начнем. А что должно? Как понять, что должно делать? Что должно? В педагогической работе, отвечу максимально шаблон, у нас есть все-таки определенные требования. С этим понятно. С педагогикой мне сейчас понятно. Если сейчас мы берем наше... Вот ваше восприятие жизни. А, мы переходим на что-то личное. Да. Ага. Хорошо. В данном случае, на самом деле, я еще в поиске. Соответственно, и что должно делать, я тоже ищу. Примеряю на себя различные философские, может быть, даже религиозные системы. И то, что должно, мне кажется, самое базовое, это не приносить страдания другим. Вот это, мне кажется, самое важное. Приносить в жизнь больше радости, больше позитива. Это не всегда получается. И это не должно быть единственной целью. Но мы не должны приносить страдания. Вот, пожалуй, это я обозначу как тем, что для меня кажется важнейшей жизненной целью. А будь что будет, это вот и есть, и не приносить страдания. А будь что будет, а дальше, понимаете, мы взаимодействуем с людьми в обществе. Люди сами решат, как оценивать те или иные наши поступки. Они могут оценить это как причинением страданий. Хорошо. Каждый человек проходит свой жизненный путь. Мы на этом жизненном пути встречаемся. Мы встречаемся в классе или мы встречаемся в жизни. И затем каждый вынесет то, что он хочет вынести. А вы планируете строить свою семью? Честно скажу, на данный момент у меня нет таких мыслей. То есть сейчас главное, это все-таки профессия? У меня главная сейчас профессия, я хочу самореализоваться. Честно скажу, я хочу заиметь соответствующий уровень материального благосостояния. Это, конечно, забавно звучит, когда мы говорим с человеком в сфере образования. Нет, все-таки мы, давайте, мы это обсудим. Нет, на самом деле в образовании, в принципе, материальное благосостояние можно. Какой-то уровень сформировать. Не буду акцентировать, не буду, конечно, говорить о суммах. Понятное дело, коммерческая тайна. Тем не менее, мне кажется, что я могу добиться в той сфере, которая мне нравится, того уровня благосостояния, который я для себя вижу. Ну, все-таки, если бы вам сегодня, или завтра, или потом, позже, вам придется строить свою семью, и вы будете строить свою семью, вот какие главные принципы будут? Вот на чем будет строиться ваша семья? Вы, как вы считаете, все-таки, кто главнокомандующий в семье? Или это равные права? Как вот у вас, какое представление о семье в этом смысле? Право слова, как будто анкета для сайта знакомства. Ну, ладно. Ну, что делать? Ну, ладно. Значит, в данной ситуации, мне кажется, что все исходит от того, какие партнеры в это вступают. Если человек, если девушка, или если парень хочет находиться в подчиненном положении, почему мы должны его ограничить в этом? Кажется, человек ищет партнера по себе. И, исходя из этого, уже мы и получаем то, что хотим. Я, честно скажу, пока не могу сказать, какой партнер мне нужен. Поэтому, пожалуй, вот в этой теме мало, что я могу фактурно рассказать. Скажите, вы когда пришли в школу, у вас по имени-отчеству стали называть. Был какой-то дискомфорт? Он и сейчас есть. Почему? Не знаю, просто сейчас, конечно, меньше, но в целом мне не нравится, на самом деле, даже когда меня по имени называют. Что вы говорите о имени-отчестве? А почему? Может быть, это комплекс какой-то? Возможно, комплекс. Не то, чтобы это прям не нравится, скорее просто, ну, так, ну, да, хорошо называйте. Но в целом, если можно обойтись без имени, я предпочитаю просто без личной общения. А к ребятам? К ребятам... Как обращаетесь? Спрашиваю всегда сначала на вы, потом можно на ты? Можно. Окей. Но по имени? По имени, когда по полному, когда по сокращенному. Это как, например, даже по имени-отчеству, что ли? Нет, например, Константин, ваш ответ. Или Владимир, ваш ответ. Ну, а там на перемене можно, Володь, ну, слушай, ну, тут вот так и так, поэтому такая цена. А что вот от этого зависит? Почему на уроке на вы, а на перемене на ты? Это для чего? Не-не, а смотри... Это не такая манерность какая-то? Нет, манерности, тут немножечко, может быть, неправильно объяснил. Сначала, вот вошел в класс, первый раз. А, когда мало знакомые еще? Вы, а потом уже перейдем на ты, перейдем, хорошо. Не перейдем, ну, мало ли, может, ребенку будет некомфортно, что тогда будут на вы обращаться. Ну, у себя обычно на ты комфортно. Хотя мне больше нравится на вы. Вы всех своих учеников сейчас по имени знаете? В разных классах? Честно скажу, стараюсь всех выучить, но прямо вот все списки не перечислю. Субтитры подогнал «Симон»